С первого блока тренинга «Как стать лидером для лидеров». И сегодня наше занятие сделали открытым. Ну, раз сделали открытым, значит, так нужно. Будем работать в открытом варианте. И тогда для тех, кто не был на предыдущих занятиях и кто не участвовал в тренинге, буквально две минуты для того, чтобы вас вести, что здесь происходило. Вы прекрасно понимаете, что в нашем блоке, в блоке работы в сетевой индустрии есть определенные закономерности, которые характерны для любого бизнеса. И есть специфика, специфика сетевого бизнеса. И у нас есть четыре квадрата, от которых зависит наши доходы, наша реализация. И в этих четырех квадратах везде надо быть, ну, по крайней мере, эффективнее. И первый квадрат – это квадрат личности, личностного развития. Называется «Я» – большое, мощное. Второй квадрат – это компания. Третий квадрат – это люди, которые нас окружают. То есть это социум. И четвертый квадрат – это наша цель. И мы первый блок, восемь занятий, мы разбирали все моменты, которые связаны с нашей личностью. Потому что глобально только от того, какой личностью являешься ты, какие качества, как быстро ты можешь адаптироваться к изменяющимся ситуациям, насколько ты можешь быть энергетически мощным, насколько ты умеешь разбираться со своими проблемами и задачами, которые ставит перед тобой твоя жизнь, ставит с жизнью. Насколько ты можешь, у каждого из нас есть какие-то проблемы, которые мы тянем с собой из дол, из многих-многих-многих лет существования нашего рода. Но есть очень простые методики, которые позволяют это осознать и самостоятельно поработать с этим. Ну вот, собственно говоря, семь занятий мы и работали над повышением своей личности, над повышением своих качеств и так далее. И сегодня у нас последнее заключительное занятие, ну а дальше я вам скажу, что будет еще. Ну вот с этого момента я все равно буду продолжать больше общаться с теми уже, кто был на тренинге, ну а все остальные подсоединяйтесь и слушайте. И вот для тех, кто был на тренинге, ребят, я не буду сейчас на открытом вебинаре разбирать наши домашние задания. Я потом все ваши домашние задания откомментирую в Фейсбуке и, может быть, даже сделаю аудиокомментарии, потому что там есть очень-очень интересные моменты. И, конечно, вопрос, связанный с деньгами и вопрос реализации себя в финансовом мире, он сенсуально актуальный, и поэтому, конечно, каждому, кто дал ответы на вопросы, которые были на домашнем задании, я каждому дам свои комментарии и свои ответы. Ну и мы напоминаем еще, что мы решили, что мы любим и признаем себя, какими мы бы с вами не были, что мы самые лучшие, что мы видим в окружающем нас мире все реально, то есть мы сняли розовые очки, видим мир такой, как он есть, со всеми своими сложностями, проблемами, со всеми своими минусами, но из этой жизни мы стараемся выделять яркие моменты и яркие цвета, потому что опираемся только на хорошее, опираемся на позитив, опираемся на то, что приносит нам радость. Ну а все остальное воспринимаем, ну есть оно и есть, и от этого никуда не денется. Это как дополнительные элементы к нашей радости, к нашей жизни. Плюс мы с вами договорились, и мы сегодня будем еще не раз возвращаться, и все следующие занятия мы не раз будем возвращаться к вопросам энергии, пополнения ее, потому что лидер без умений, ну лидер это энергетическая составляющая в этой жизни, и не столько знаний, не столько навыки, а именно столько энергии и работоспособность, и это большущая проблема, потому что огромное количество людей, кто не владеет техниками восстановления, и они просто не сгорают, в том числе и лидер. Плюс мы с вами договорились о том, что мы каждый день просыпаемся и уходим отдыхать правильно и с удовольствием. Помним наш, как говорится, девиз «Вахту сдал вахту». Все, кто не знает, потом спросите те, кто был на этом. И каждый день мы посылаем благодарность Всевышнему, жизни и людям, которые помогли нам получать в этой жизни уроки и помогают нам жить. Плюс у нас с вами так называемый чек-лист «План действий на день». И мы помним, что мы с вами не просто пишем план, потому что это сказала Алимова или еще кто-то, а каждый из нас занимается созданием своей собственной жизни и желательно активной жизни. Поэтому в чек-лист, как говорится, и каждый день мысленно или прямо как палочками-крестиками ставить, что вы это сделали, вы должны обязательно включить в расписание себе физические упражнения для тела и для мозга. Евгения, а так лучше слышно? Подскажите мне, я сделала чуть-чуть погромче. Плюс в обязательном порядке. Это энергетические упражнения. Поэтому для себя вы должны очень четко понимать, физические упражнения для тела нужны, для мозга нужны. Так, давайте корректируем громкость. Кто-то еще плохо слышит, но я сейчас еще громче сделаю. Так, а есть тот, кто хорошо слышит? Чупчик Ларисе написать, чтобы она перезагрузилась. Ага, хорошо. Ну, если хорошо люди слышат, значит, тогда остальные корректируют громкость у себя. А тот, кто не слышит, вы просто-напросто им напишите, чтобы они перезагрузились или что-то сделали. Плюс разумное питание, питьевой режим. И следующий момент, это в обязательном порядке мы помним о том, что в течение дня невозможно сделать много дел. Поэтому определяем только 2-3 важных дела на день. Сегодня об этом еще раз будем говорить. Определяем дополнительные задачи, которые помогают нам жить в этой жизни. И уже потом добавляем мелочевку и свалившиеся дела. Обязательно отводим время на общение с близкими. И я хотела бы подчеркнуть этот момент, потому что, помните, мы говорили, что у нас очень часто переполняет вина, что у нас не хватает времени на самых родных, на самых любимых, на детей, на мужей, жен, на родителей. По большому счету, большого времени для общения с ними не нужно. Установлено, что для хорошего контактного общения необходимо 10-15 минут в день. Все. Но только вы должны это быть 100% в этом человеке, с кем вы общаетесь. Это может быть единоразовые 10-15 минут. Ну, получится больше замечательно. Но если вы будете раскручивать себя и раскручивать свой бизнес, у вас будет такая плотность по нагрузкам, что вы будете с трудом выделять это время, но это надо обязательно оставить. Либо это может быть дробно в течение дня несколько раз. Но самое главное запомнить в этот момент, что не только язык и речевая часть должна быть с вашими близкими, но и глаза, и мысли, и душа. То есть вы в этот момент должны быть все в вашем человеке. А не так, что мозги где-то витают в одном деле, а, как говорится, вы делаете вид, что слушаете и киваете головой. Плюс обязательно вы должны выделить, и вот подчеркните, поставьте восклицательный знак. Анализ дня. 5-10 минут. Но в конце каждого дня у вас должен быть хотя бы маленький анализ дня. И если вы приучите себя к этому, то вы будете видеть, как продуктивнее становится ваш день. Потому что если вы не анализируете, то у вас очень часто получается, что вы 24 часа, как говорится, в день, как белка в колесе, крутитесь, потом прибавляете скорость, потому что ничего не успеваете, и еще скорость. А в итоге все равно, когда начинаете оглядываться в конце месяца, денег нет, времени нет, сил нет, энергии нет, отношений нет, бизнеса нет. Называется, что делали. Поэтому, когда вы каждый день хотя бы чуть-чуть анализируете свои дела, которые вы выполнили в течение дня, и опять-таки с точки зрения продуктивности, к чему они привели? Привели ли они вас к той задаче, которую вы поставили себе? Или они вас отвели? Ну и плюс, помните, мы с вами говорили, и я буду еще раз повторять, у вас обязательно должно быть в течение дня 10, 15, 20 минут время для размышлений, и я это называю тишины для мозга. Будет ли это медитация, будет ли это просто релакс, будет ли это наслаждение, как говорится, в ванной, или вы будете нежиться, как говорится, своим жиром, как говорится, любимым человеком, либо это вы будете, как говорится, чесать за ухом своего любимого пса. Но вот эта вот тишина, релакс, музыка и что-то очень успокаивающее, вы должны учить отрешаться. Ваш мозг должен иногда отдыхать. Четко понимаем, что ночью мозг не отдыхает, он продолжает работать. Только помните, мы разбирали, у него работают совершенно другие половины, и в этот момент на царствие вступают совершенно другие зоны мозга. Теперь смотрите, что для нас очень важно, и сегодняшняя тема нашего вебинара – это личная эффективность. Потому что, посмотрите, все мы с вами абсолютно одинаковые. Две ноги, две руки, помните, так говорится, палка-палка, два крючочка, я уж там не помню, вот огуречек, вот и вышел человечек. Вот все мы приблизительно одинаковые. Мы живем в одном и том же мире, мы живем в окружении одних и тех же людей, но почему-то у одного получается результативная жизнь, и отношения какие-то в семье нормальные, и семья нормальная, и вроде материально неплохо, и сами интересные как личность, а у кого-то не получается. Вот от чего зависит личная жизненная эффективность? Первое. Друзья мои, вот все равно, как ни... Я хотела сказать, как ни странно, вообще ни странно. Это от нашей способности продуктивно мыслить. Помните, мы с вами говорили, что ни в коем случае нельзя залипать и застревать. Те, кто был на тренинге, те знают технологию архетипов и седонский метод. Как только вы застряли, сразу же оттуда надо выходить. Второй момент. От умения управлять собой. Сегодня будем говорить об этом, потому что если вы не управляете собой сами, значит, вами управляет кто-то. И для себя помните, потому что будет потом одно из вопросов, как умеете ли вы управлять собой. Потому что умение управлять собой – это одно из качеств организованного человека. Потому что всегда в доме или всегда на работе есть человек, у которого есть свои определенные цели, свои определенные задачи, и он начинает выстраивать, прогибать и, как говорится, иногда манипулировать другими людьми для того, чтобы именно выполнить свои задачи, свои цели. Даже если это внешне прикрыто заботой о вас, как о партнере, либо как о союзнике дома и так далее. И если вы не знаете своих задач, если вы не умеете управлять собой и подчинять себя тем задачам, которые важны для развития вашей жизни, то вами будет управлять кто-то другой. Я не имею сейчас в виду высшие силы, я не имею в виду Вселенский разум, Всевышнего и так далее, потому что это более тонкие настройки, и это уже связано с призванием в этой жизни. Чуть-чуть касались. Потом, когда мы будем с вами разбирать, как быть лидером для лидеров, коснемся еще раз этого момента, потому что это очень важно. Третий момент – учиться управлять временем. 24 часа в сутки. Помним, что астрологический сдвиг сейчас к сокращению времени и есть, и еще в какой-то период времени, это еще не один десяток лет, будет время сужаться, и поэтому будет еще меньше количество времени для продуктивного действия. Поэтому научиться управлять уже не просто часами, а научиться управлять минутами и секундами, так, чтобы ничего, как говорится, не выбрасывать коту под хвост, этому надо научиться. И четвертое – личная эффективность зависит от проактивных действий. Что такое проактивные действия? Вы знаете, что есть люди-медузы, которые ничего не делают, они сидят на месте, чуть-чуть там щупальцами шевелят, и куда их течет, куда их несет событие, куда несет время, куда несут, как говорится, другие люди, туда их потихонечку с течением воды как бы и уносит. Это неплохо, нехорошо. Это определенные характерологические особенности таких людей. Задавленные, загенетически заложенные информации, психологически задавленные. То есть это практически два варианта. Люди, которые ничего не хотят и не могут. И второй вариант – это люди, которым, если они очень сильно задавлены, то им просто нужна хорошая, мощная психологическая, психотерапевтическая помощь. Бывают люди, которые периодически, эпизодически попадают в эту ситуацию, и тогда они высканут с помощью очень часто именно либо клин-клином вышибают какой-то ситуации более сложной, мобилизуются, либо они попадают к психологам, ходят на бесконечное количество психологических тренингов, и потихонечку, шаг за шагом, выдавливают из себя это аморфное состояние, и становятся результативными. Есть люди, которые просто активны по жизни, и если им дать какую-то задачу, особенно четко поставленную задачу, они могут снести просто горы. Они могут выполнить любую задачу, ту, которая даже считается невыполнимая. И я знаю очень много таких людей, которые, если они четко, как говорится, им дали цель, дали задачу, и они начали это делать, они выполняют то, что практически вот так вот смотришь и думаешь, если бы я была на их месте, никогда бы не смогла. То есть, а есть еще проактивные действия, когда ты сам себе даешь задачу по жизни, сам себе придумал, сам себе режиссер, сам себе же еще и выполняешь ее, привлекая тех или других людей, привлекая те или другие ресурсы. Так вот, самый эффективный вариант получается, если ты понимаешь, что ты хочешь делать, и являешься человеком с проактивной позицией. То есть, ты задаешь те задачи, те параметры, которые должны выполняться. И уже под них ищешь те ресурсы, которые тебе помогают работать. Следующий момент, над чем мы чуть-чуть затрагивались, но для тех, кто только пришел и хочет услышать что-то интересное. Вы никогда не можете оценить себя и оптимизировать свои действия, если вы находитесь внутри ситуации. Особенно, если вы внутри ситуации находитесь давно. Вам кажется, все это естественно, и вы к этому привыкли. Вас, как говорится, ничего особо сильно не волнует, а если что-то начинает волновать, то малейшая трудность, малейшее какое-то препятствие вас возвращает назад и быстренько, ну, подумаешь, ну, не получилось, ну, и что, жил, так, и жить буду. Оптимизировать себя возможно, если посмотреть со стороны. И здесь два варианта есть. Либо тебя кто-то оценивает со стороны, и бывает профессиональная оценка, когда ты уже идешь и оцениваешь свой бизнес как профессионалу или себя. Либо когда тебе, помните, мы говорили о так называемых черных учителях, частично, как говорится, серо-черные учители, это люди, которые вас критикуют. И их задача как раз покритиковать, поэтому прислушивайтесь иногда к тому, что говорят. И несмотря на то, что это не очень комфортно, и хочется возражать, и хочется спорить, и доказывать, что вы не такой, что вы другой, и вас не поняли, на самом деле это ваше обратное зеркало. И помните, мы сказали, что сетевой маркетинг – это бизнес очень жесткий, потому что он отображает чаще всего то, что вы есть на самом деле. И отображает те качества, которые у вас не развиты, и которые вам надо дотягивать, потому что если у вас слабая структура, если у вас слабая организация, если у вас не растет бизнес, и у вас не появляются лидеры, значит, есть какая-то программа, которую нужно отработать у себя, есть какая-то задача, которую нужно решить у себя. И есть еще понятие, так называемое uptime, поднятие над бизнесом, поднятие над ситуацией. Когда вы берете себя мысленно, виртуально поднимаете над ситуацией, и смотрите, что происходит. Смотрите, чаще всего ужасаетесь. Принимать решение нужно тогда, когда вы находитесь вне игры, над ситуацией. Этому можно потренироваться, этому можно научиться, вообще работать с интуицией, и с виртуальным пространством лидер должен уметь. Этому надо учиться, потому что вы тогда намного быстрее и легче будете ориентироваться в ситуации, принимать решения. Поэтому уметь подняться над ситуацией и посмотреть, что там происходит. Вместе с тем, вы знаете, вот бывает называется, в сетевом маркетинге хорошо известно, система дублицирования, когда вам хочется, чтобы ваши дистрибьюторы и ваши лидеры повторяли ваши действия. Вот точно так же создайте себе виртуального двойника, оставьте там себе понаблюдать, как он работает, как он делает, и со стороны понаблюдайте за собой. Вы увидите очень много интересных неожиданностей, когда научитесь наблюдать за собой со стороны. Это не раздвоение, это не шизо, но это очень прикольно. Плюс еще, обратите внимание, что большинство людей занимаются работой или занимаются бизнесом для зарабатывания денег. Если у вас стоит впереди всего деньги, вам могут дать очень большой бизнес, вам могут дать очень большое влияние, но кратковременное, вы его долго не удержите. Потому что так задуманы природные, так задуманы энергетические законы, так задуманы законы Всевышнего, что ресурсы и возможности даются только тогда, когда вы начинаете вносить вклад в жизни других людей. Поэтому посмотрите себе, проанализируйтесь, что впереди у вас идет. Ваше материальное или сначала вклад в жизни других людей, а вслед за ними материальное. Когда-то на заре еще предпринимательской деятельности, когда вот только-только зарождалось предпринимательское движение в России, я не имею в виду 19 века, я имею в виду уже 20 век, наш постперестроечный, у меня был один пациент, который относился к первой волне предпринимателей в Петербурге. И он сказал мне, я вот часто это произношу и повторю еще, три правила для бизнеса, три закона для бизнеса. Первый закон. Если бизнес не приносит дохода, оставь его. Если упал, отжался и встал, и третье, в бизнесе надо делиться. А потом подумал-подумал и сказал, и основной закон бизнеса. Делай дело. Результат придется. Поэтому, понимаете, вот этот ключ, чаще всего, который открывает любую дверь в любом бизнесе, делай дело. Большое дело, которое принесет вклад в жизни людей. Под большое дело тебе дадут ресурсы. А вслед за этим придут деньги. И плюс, вы обязательно должны научиться фокусироваться не на процессе, а вы должны фокусироваться на результате. Я и за собой раньше замечала и замечаю сейчас за многими дистрибьюторами и не только дистрибьюторами, что люди, освоив какой-то определенный процесс, определенный навык, они его используют, 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 используют. Он не приносит результатов. Потому что вы же знаете, что в сетевом маркетинге если у вас не растет структура и если у вас не растут чеки, значит, что-то вы делаете не то. И получается, что разумный человек, когда он видит, что он застрял на месте, он должен бы искать другие методы, другие способы, использовать какие-то другие навыки, пробовать и анализировать. Поэтому вам важно не то, что вы освоили какой-то процесс или кто-то говорит, что этот процесс работает, эта методика работает. Помните, что хорошо русскому, там, вот это немцу, это смерть. То, что вы, как говорится, что, допустим, получается у одного лидера, это не значит, что это работает у другого. То, что получается у вас, это не значит, что это сработает у ваших дистрибьюторов. Поэтому, конечно, миф о дупликации, он существует, но на самом деле вы должны научиться быть нацеленными на результат и быть гибкими с получением этого результата. Нет какой-то прямой, которая бы четко вела к успеху, к получению результата. Поэтому вы должны научиться быть гибкими, должны лавировать, должны обходить какие-то препятствия не только жизненные, но и препятствия своего характера. Поэтому гибкость, гибкость, и самое главное, вы четко должны, вот как собака охотничья, которая слышит, где запах, она идет, она может бежать, она может лавировать, но она идет все равно по следу. Вот точно так же и вы. Ну и четвертое, для того, чтобы быть эффективным и продуктивным, вы должны просто перестать жевать сопли. перестать жаловаться, перестать ныть и вообще перестать мыслить категориями, у меня это не получается. В лидерской группе мне даже как-то об этом неловко и говорить, но тем не менее, жалоба турка, это не получается, это не получается. Ой, я слышу все 19 лет, что я в сетевой индустрии. И как-то я раньше пыталась помочь таким людям, мне казалось, что это можно помочь, это можно перевоспитать, на самом деле, это решение только самого человека. Ты можешь сразу, вот в одну секунду, как люди говорят, не могу бросить, но когда они, курить там или пить, но когда они попадают с инфарктом или с инсультом в больницу, мгновенное принятое решение, они перестают пить и курить большинство и спасают себе жизнь. Вот точно так же, здесь даже не надо заниматься никакой психотерапией, психоанализом, попытками, как говорится, поплакать у кого-то на плече. Взял и сказал себе, раз, и на всю оставшуюся жизнь я больше не ную. Все, вытер сопли и пошел. Поэтому это один из моментов, который, на мой взгляд, очень важен, если вы хотите формировать лидерские структуры. Теперь мы сегодня об этом будем говорить, и я сейчас чуть-чуть просто поясню, что такое угол зрения. Посмотрите, есть такое понятие тубусное зрение. Вот если свернуть, и мы это в детстве очень часто делали, знаете, вот как бы сворачивали из бумаги трубу, и вот в эту трубу смотрели, в этот тубус. И даже можете сейчас вот руками, я сделала себе, сделайте и вы сами. Вот сложите как бы ладошечки такой трубкой, одну руку поставьте на другую, у вас такая будет узкая труба. И посмотрите на компьютер. и вы увидите, что вы видите что-то, но вы видите очень немножечко ограниченное. Вот это и есть тубусное зрение. Когда вы упираетесь во что-то, и вы видите только вот это что-то. Что-то плохое или что-то хорошее. А теперь смотрите, что такое конусное зрение. Каждый из вас скручивал кулечек из бумаги для того, чтобы туда или семечки, или ягоды положить. Вот возьмите сейчас под рукой явно есть какой-нибудь листочек. Вот сверните кулечком и посмотрите теперь в эту посмотрите теперь в эту дырочку там, где она маленькая. А, как говорится, та, которая побольше, в сторону компьютера направленная. И посмотрите. И вы... Я так, сделала себе, рассматриваю, аж даже замерла. И рассматриваю. И когда вы так смотрите, то у вас поле зрения гораздо больше. То есть вы начинаете видеть по сторонам. Вот для себя нужно очень четко понимать, если вы в бизнесе, то вы должны не смотреть узко в одну точку, у вас не должно быть тубусного зрения. У вас должно быть либо конусное, либо расширенное зрение. Что такое расширенное зрение? вы должны своими глазами видеть то пространство, которое находится у вас за ушами. И вы можете попробовать повернуть глаза в одну сторону, в правую сторону до максимума, как говорится, довести насколько вы можете вбок и посмотреть насколько вы видите. Потом медленно-медленно, как говорится, повернуть глазки влево и посмотреть насколько вы видите и насколько расстояние и то, что вы видите больше, чем когда вы смотрели в тубусное зрение. Потом после тренинга попробуйте сразу же двумя глазами посмотреть в разные стороны. Это тоже очень прикольно. И вдруг, если вы будете так тренироваться, то вы рано или поздно увидите, как расширяются ваши поля зрения. И вы начинаете видеть больше, больше и больше. Я это смеюсь говорю, увидеть своими глазами, что находится за ушами. Вот когда вы будете видеть все возможности, которые может дать вам жизнь, вот тогда вы сможете выбирать и одно, второе, третье, четвертое. То есть это принципиально – видеть все возможности, видеть всех партнеров, видеть все варианты, использовать все возможности. А теперь второй момент. Есть такое понятие – лазерная фокусировка. И вы помните увеличительное стекло, и как мы в детстве увеличительным стеклом ловили солнечные блики и пытались поджечь соломинки, бумажечки, какие-то листики сухие. И получалось. Кстати, кто-нибудь поджигал или не поджигал? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Было ли у кого-то в детстве? Или это только воспоминания моего дворового детства? Нина поджигала, хорошо. Ну, хотя, да, вид флор. Ну, вот все вы чувствуете, как мы все одинаковые. Да, нормально тогда. Вот, точно так же лазером поджигают, как говорится, ту или другую, тот или другой материал. Вот когда вы выбрали то направление, все, что вы смогли увидеть, как говорится, за своими ушами, боковым зрением, нашли все варианты, дальше вы должны уметь закрыть все на какой-то период времени, у вас должна быть фокусировка. Если вы ставите свою жизненную задачу, помните, мы с вами говорили, что всегда будут у вас три главные задачи, как линии прорыва. Вот фокусируйтесь тогда только на них. Все остальное вы отметаете в сторону. Никогда не получится прорыва, если вы пытаетесь увидеть все, использовать все, заниматься всем сразу. Вы тогда, может быть, разносторонним человеком. У вас может быть очень много интересов. Но прорыва не будет ни в одном деле. Поэтому уловили. Вы должны учиться видеть широко, но на момент, когда нам нужно сосредоточиться на каком-то направлении прорыва, у вас должна быть лазерная фокусировка. И видеть только это. Помните знаменитые разные картинки, там кот идет по дороге или еще, вижу цель, не вижу препятствий. Вот это фокусировка. Переобратите еще внимание, и это проблема и для вас, и для ваших дистрибьюторов. Это колоссальнейший перегруз, который сейчас испытывает любой человек. А человек, который начинает заниматься организацией своего собственного бизнеса, и в том числе своей сетевой структуры, огромнейшая информация. Потому что здесь у нас идет информация по предложению компаний, информация по продукции, информация по законам лидерства. Потому что называется, жили мы с вами спокойно и не знали, что говорить мы, оказывается, не умеем. Доносить информацию так просто, чтобы люди поняли сложно, а рассказать так, чтобы человек еще и увлекся, а рассказать еще так, чтобы человек потом и научился. И помните, мы говорили, что проблема сетевого маркетинга – это вот эта вилочка, когда ты одновременно и учишься, и одновременно учишь. И хорошо, если где-то есть уже работающая команда, когда перераспределяется нагрузка на разных участников команды, и кому-то есть лидеры, которые добровольно делают вклад, как говорится, уже во всю структуру, и тогда хоть чуть-чуть легче становится. Но когда вы только начинаете раскручивать, или если у вас нет какого-то единого обучения, то тогда у вас идет вот эта мощнейшая вилка, когда вы должны одновременно и сам бежать, и других подгонять, а еще и клиентов, а еще и строить. Вот это с одной стороны. С другой стороны, мы с вами все прекрасно уже понимаем, и во втором блоке мы этому будем уделять с вами очень много внимания, интернет-технологии сейчас нас подгоняют, подгоняют и подгоняют, и если вы лидер, то вы должны и разбираться в интернет-технологиях, хотя бы чуть-чуть, и самое главное, четко понимать, где нужно приложить свою точку, точка приложения своих сил, чтобы это было результативно. И мы сами попадаем в эту ловушку, и пытаясь, как говорится, привлечь дистрибьюторов в интернет, как интернет-приучить их к интернет-технологиям, мы их бросаем в этот мощнейший океан информационный, где масса интересного, и как стать самой-самой женственной, и как стать самым сексуальным символом, как говорится, всея Руси, и как здоровье, и как энергия, и род, и медитация, и сеть, и, как говорится, как одним кликом привлечь к себе сразу же, как говорится, все богатство и так далее. И мы начинаем барахтаться, еще хуже, что и наши дистрибьюторы, начинают барахтаться в этом информационном потоке. Но наш мозг не готов. Несмотря на то, что мощнейшие ресурсы нашего мозга, и наш мозг на сегодняшний момент является самым совершенным компьютером, самым совершенным биокомпьютером, но сравните объем информации, которая хранится в нашей голове, скажем так, той информации, которую мы можем осознанно вытащить, скорость, с которой мы принимаем логическое мышление, потому что интуитивные решения принимаются мгновенно, как в компьютере скоростном. И наш мозг просто, он в течение многих лет, десятилетий, столетий, тысячелетий, привык совершенно к другому темпу обработки информации. И сегодня темп мышления многих людей, они застряли. Я иногда смеюсь, но вот изложена программа Пенсиум 3, и ты ее не сможешь работать, как Пенсиум 5. И ты не сможешь ее заставить работать мозг, как Эпл. То есть они работают на пониженных оборотах. И я вам сейчас скажу одну жестокую и жесткую вещь, может быть и жестокую, а может быть и жесткую. Огромнейшее количество людей вы не сможете перевести на современные рельсы. И к этому надо относиться прагматично, спокойно. Для этих людей, которые не умеют мыслить быстро, которые не могут уже быстро усваивать, которые не могут перестроиться, вы для них должны создавать те программы, ту дачу информации, которая способна воспринять их мозг. И параллельно должна быть информация скоростная, которую могут воспринимать уже скоростные мозги. Вот такой у нас период, период перехода. И тех не бросишь, и на тех далеко не уедешь. Поэтому здесь получается, что этот момент, который тоже нужно принимать во внимание, и мы потом еще чуть-чуть поговорим на эту тему, и на втором блоке будем говорить. И поэтому, когда мы говорим о перегрузке мозга, когда начинает идти большой поток информации, и мы с вами вдруг начинаем понимать, что мы этого не знаем, этого не знаем, этого не знаем. И мы теряемся, и начинаем метаться, в какую сторону пойти, и туда, и туда, и туда. И рано или поздно у нас появляется внутреннее раздражение против любой информации. Когда ты понимаешь, что на тебя идет вал, ты этого не можешь ухватить уже, у тебя складываются эти папки и файлики, посмотреть завтра, посмотреть послезавтра, для просмотра, для срочного просмотра, для суперсрочного просмотра. А поставьте, пожалуйста, циферку 1. У кого есть такие папочки в компьютере, куда вы складываете интересные рассылки, интересные видео, интересные тексты, которые нужно прочитать? Ага, я не одна. Это хорошо. Меня радует, потому что у меня мой ребенок все пытается удалить, все, что у меня написано, надо почитать. У меня было около 200 папок, которые созданы, надо почитать. Я уже специально отдельно купила диск для них, для того, чтобы сбрасывать. И я рада, что не я одна. Это хорошо. Поэтому начинает на каком-то этапе появляться раздражение. И что получается? Большинство из нас не отказывается осознанно от рассылок и блуждалок, а большинство просто прекращают попытки что-то изменять в своей жизни, в своем мышлении. Поэтому, да, Галина правильно пишет, мозг зависает. Поэтому смотрите, обратите внимание, кто еще не дошел до вот этого момента, когда вас раздражает обилие рассылок, и когда вы начинаете просто понимать, что вы не успеваете ничего сделать. Многие из вас, и те, кто сидят в зале, сейчас проходят один, два, три тренинга. У меня были ситуации, когда я проходила в одно и то же время и четыре разных тренинга, то есть обучение в одном, во втором, в третьем, четвертого тренера. Я нифига не успевала, то есть я была всегда двоечницей, я хоть всегда своих и потруниваю слушателей, когда они мне пишут ответы, но сразу себе говорю, а вспомни себя, когда ты проходила там, там и там, а нигде. Поэтому мы с вами тратим время, тратим деньги, и вам вопрос для анализа, и что вы из этого взяли, и что вы из этого реально внедрили. И опыт показывает, что когда мы с вами прослушиваем какие-то вебинары, участвуем в тренингах, то мы с вами начинаем, что делать, у нас появляются идеи, мы их в лучшем варианте записываем, в не лучшем варианте они мелькнули и ушли к другому. И тогда еще вопрос, что вы реализовали из этих идей, в какой реально процент вы реально внедрили. И из своего опыта я скажу так, что вот сейчас уже, из сегодняшнего опыта, потому что в течение двух лет я была как пылесосом, я втягивала, втягивала и втягивала. Потом оказывалось, что то, что я не сделала в первый раз, допустим, на первом тренинге, повторялось и повторялось и повторялось на третьем, на четвертом, на пятом. То есть я покупалась на хороший продающий текст, я покупалась на название, а потом, когда тренинг начинался, то я вдруг видела, что оба на, а это оказывается все то же самое. И опять-таки я начинала что-то, не внедряла, покупалась на следующий продающий текст, покупалась на следующий, как говорится, название, покупала, и вдруг оказывалось, что это одно и то же. Поэтому я понимаю, что это неизбежный путь, который проходят люди, которые только-только начинают в той или другой области разбираться. Но опять-таки, вот через призму того, что вы массу выброшенных денег, массу отложенных тренингов, дисков и так далее, я вам скажу так, купили тренинг какой-то, разберитесь, выполните то, что вам порекомендовали, у вас будет какая-то база, и сделаете следующий шаг, и вы уже, как говорится, на базе того, что вы знаете, вы уже будете, как говорится, расширять свои знания. Внедрили, сделали, вы уже тогда увидели, где у вас проблема, где у вас точечно надо откорректировать свою информацию, где вам надо четко спросить эксперта. Поэтому анализируйте, куда вы и зачем вы потратили деньги, для того, чтобы вы могли рентабельно все это использовать. Да, я хочу сказать, да, что здесь практически, вот Марина написала, у Шенина, что да, сила продающих текстов. Ребята, это да, даже несмотря на то, что ты уже понимаешь все это, даже несмотря на то, что ты видишь, как тебе продают, и несмотря на то, что ты понимаешь, что ничего особо сильно уже придумать нельзя, все равно покупаешься. Нормально. Смотрите, что еще нужно, на мой взгляд, понимать. Смотрите, помните, в 20 веке мы говорили знание силы, в начале 20 века. И люди, которые обладали знаниями в той или другой области, они рулили, они были мощными, сильными эксперты. Потом мы стали говорить, кто обладает информацией, тот владеет миром. А сейчас посмотрите. Информации, пожалуйста, любую, вы спросите у дедушки Гугла или спросите у Яндекса, они вам все ответят. То есть информацию можно любую взять. Знания сейчас, они так быстро меняются, фундаментальные знания, они меняются. Но я не беру сейчас вопрос науки, я не беру вопросы педагогики, я не беру вопросы классической медицины. И там все очень быстро меняется. Поэтому нужны какие-то базовые, локальные знания и умение быстро извлекать нужную информацию из Гугла и из Яндекса, и умение быстро применять эти знания и эту информацию. Поэтому сейчас, в 21 веке, на мой взгляд, очень важно скорость применения тех знаний, которые к тебе пришли, потому что через полгода, через год, через полтора, через два года они устаревают. Темп очень большой. И гибкость. То есть не надо опять-таки залипать на какой-то аксиоме. Быстро на сегодняшний день сориентировались, работает хорошо, не работает, посмотрели, изогнулись и сделали. Теперь смотрите, из этого, что вытекает, умение сказать стоп. Вот как мы с вами разбирали, что умение сказать нет, помогает нам очень часто оставаться свободными и от налипающих людей, то умение сказать стоп, стоп информации, стоп внедрению, стоп всему, это тоже очень важно. То есть отсечь ненужную информацию, которая не нужна вам в данный момент. Потому что одно из лидерских качеств это умение выбрать приоритеты. И посмотрите здесь. Здесь у нас с вами, если говорить о сетевом бизнесе, то для нас с вами очень важны два момента. Для нас, особенно для людей. Потому что лидеры, это люди, которые умеют работать на отдаленный результат и умеют как бы видеть, вот не зря говорят, лидерское видение. То есть они видят, что они хотят сделать, они видят те цели, те задачи, ту структуру, ради которой они могут какое-то время, и полгода, и год, и полтора года, и два года, выполнять шаг за шагом, создавая фундамент. Обычные люди, они этого не умеют. Либо не знают, либо не умеют. И для них очень важны быстрые результаты. И получается, что для вас важно получить свои быстрые результаты, что по продукции, то есть, как говорится, результат по вот той продукции или услуге, которую вам в проекте, в компании, в которой вы состоите. И эти быстрые результаты дадут вам уверенность и энергию. Потому что вы не понимаете вы никогда не можете убедить человека, если вы знаете только теоретическую часть. У вас должны быть эмоции. И самое главное, у ваших дистрибьюторов должны быть быстрые результаты. И тогда уверенность и энергия, что да, это работает, и тогда драйв. И самые активные дистрибьюторы, это люди, которые получили результаты, свежие результаты, яркие результаты. Они настолько в шоке очень часто находятся, что они готовы искренне делиться, отдавать все это. И в этот момент они вокруг себя создают такое поле, которое продвигает ваш бизнес. И второй момент, это вы должны и видеть отдаленные результаты, но и на каком-то этапе их пополучить. Потому что отдаленные результаты дают устойчивость в действиях и способность преодолевать трудности. И вспомните, что в сетевой индустрии практически у каждой компании есть люди-легенды, которые передаются из уста в уста. Вот он был, вот он прошел, вот он стал. То есть есть какие-то отдаленные результаты. Так вот, для своей структуры отдаленные результаты должны быть и у вас. Ну, когда вы начинаете, у вас быстрые результаты, потом потихонечку вы дойдете через год, через два, через пять, через десять. Ваши результаты должны расти. потому что вы каждый раз должны потом показать своим людям, что вот вы прошли этот путь, и они должны пройти, и они могут его пройти. То есть ваши результаты дают возможность людям преодолевать те трудности, которые у них будут на их пути. Вы все уже взрослые прекрасно понимаете в сетевой индустрии, в сетевом бизнесе точно так же много трудностей, как и в классическом бизнесе, как и просто по жизни. Это нормально. Нас формируют и воспитывают. Поэтому уже себе вы сейчас должны заложить мысль, сундаментальную такую мысль, что вы должны быть вот тем данком, тем факелом, как угодно, назовите себя светильной лампой, той мечтой, той парусником, тем маяком. Как вы себя назовете, это уже не так принципиально, но вы должны понимать, что за вами будут идти другие люди. Если вы хотите создать сильную команду. А если так, то все ваши трудности это ваша проблема. Люди должны видеть ваше преодоление и ваши шаги и ваши результаты. Потом уже, когда вы будете стоять на сцене, когда вы будете с большими квалификациями, то это вы будете в себе. Потом вы будете рассказывать, как вы не доедали, как вы не высыпали, как вы там, что у вас там было сложного, как вас люди там радовали или не радовали. Но тогда уже это будет совершенно по-другому восприниматься. Что да, вот у человека все это было, но он же дошел и все. То есть вот эти моменты, они вас должны поддерживать. Поэтому, опять-таки, я повторю, хоть у меня когда-то посмеялись над моим выражением, как говорится, вытирать сопли. Это не медицинское название, я все, и, как говорится, но это просто вот как бы абсолютно внутреннее мое состояние. Вы этого не должны делать. Ваша жизнь, она должна быть школой для ваших последующих поколений дистрибьюторов и лидеров. И когда-то я услышала фразу от моей очень хорошей подруги и партнера Татьяны Болговой. Я ее взяла себе на вооружение, их отдаю всегда своим дистрибьюторам, и хочу отдать вам. Вот простите себя сразу и на всю жизнь. Все ваши ошибки, все ваши промахи, все ваши неправильно сделанные дела, где-то если вы считаете, что вы их неправильно сделали, все то, что вы недодали своим родным, дистрибьюторам и так далее, и так далее. Простите, потому что вы делаете максимально, что вы можете сделать сегодня для себя и для своего дела. Поэтому тоже где-то на себе напишите такую тайную бумажечку, положите, за то, что я себя просила сразу и навсегда. Теперь смотрите, следующий момент. Все мы хотим работать меньше, но получать больше. А для этого, значит, нам нужно работать продуктивнее. Опять-таки, помним, что у нас 24 часа в сутки. Есть такое понятие в менеджменте стратегия управления своим вниманием. Помним, где внимание, там энергия. Поэтому, куда мы направляем свое внимание, туда и направляется наша энергия. большинство людей в сознательном возрасте находятся в так называемом, вот в современном мире находятся в так называемом реактивном, возбужденном состоянии мозговой деятельности. Я это называю скачущий мозг, скачущие мысли. Почему? Одновременно рождается масса мыслей, что нужно сделать, куда надо пойти, где надо успеть, чего надо сделать, что нужно сказать. Мозг наш, кора, все время в раздраженном состоянии. Она не пребывает в такой восточной мудрости, жизненной мудрости. Как только наши мозги скачут, мы не слышим нашего подсознания, мы не слышим нашего интуитивного мозга. А вы помните, тот, кто был, что нашими решениями и действиями в основном управляет подсознанием. Когда мы это слышим, многие решения принимаются, и тот, кто умеет работать и слышит свою интуицию и доверяет, многие решения принимаются гораздо быстрее и легче. Поэтому нужно научиться останавливать скачущий мозг. Надо научиться, особенно, когда идет сложная ситуация, когда идет конфликтная ситуация, когда идет какое-то повышенное давление, когда идут большие нагрузки. Вот здесь, помните, мы вам говорили о том, что каждый день 15 минут у вас должно быть, как говорится, 15 минут молчания для мозга. Релакс, релакс, еще раз релакс. Уметь выключить этот поток, который отбивает вам, и запрещает, и не дает вам услышать себя и свои внутренние решения. Ну и очень часто есть такое мнение, что с возрастом способность думать и принимать решения падает. В какой-то степени это правильно, но это связано не с возрастом, а с теми процессами, которые происходят в наших мозгах, благодаря нарушению кровоснабжения мозга, благодаря неправильному питанию, благодаря отсутствию тех микроэлементов, которые нужны для работы мозга. Поэтому в этом направлении вы должны быть сам себе режиссером, вы должны это помнить. И опять-таки я вас отошлю к себе на блог alimovolubov.com там есть вебинары, посвященные вопросам повышения здоровья и повышения энергии. И я здесь провела вебинар «Как не сгореть?» уж не помню как, не помню название, но называется «Как не сгореть во время работы у микроволновки и в погоне за счастьем?» У меня сейчас ребенок из него сделает конфетку, уберет все лишнее, соединит картинку и звук, и я выставлю в свободный доступ, потому что там было очень много таких рекомендаций реальных жизней. поэтому здесь не возраст, здесь связано просто запущенное состояние и непродуктивная работа со своим организмом и со своим здоровьем. И у нас с вами есть технология управления своими мыслями, обращаюсь сейчас к той группе, которая была на тренинге, у вас есть технология управления своими действиями, и остается только задать себе вопрос, делаете ли вы то, что вы получили. Точно так же те, кто я вот здесь вижу, есть некоторые люди, которые были на тренинге художника, как стать художником своей жизни. Ребята, все есть, остается только делать, потому что помним это вооружение, что в малом, то и в большом, что внутри, то и наружи. Если вы этого не делаете, зачем вы приходили на этот тренинг? Ну и теперь перейдем с вами к блоку технологии эффективного мышления. Что такое технология мышления? Посмотрите, технология это метод, который мы выбираем, как думать, как действовать таким образом, чтобы фокусировать свое внимание и усилие именно на том, что является для вас наиболее значимым в данной момент. Как думать и как действовать, чтобы сфокусировать свое внимание и усилие именно на том, что является наиболее значимым для вас в данный момент. Изменится ситуация, изменится выбор, над чем фокусироваться. И смотрите, ключевая, ключевой момент, что это осознанный выбор действий. помните, мы с вами говорили, что когда мозг скачет и он не слышит интуитивных вещей, и он не слышит наших осознанных решений, потому что он скачет и ему надо сразу много, то практически мы не можем достигать больших результатов. Когда вы хотите быть крупным лидером, вы должны научиться подчинять свои действия осознанному выбору. И вот ключ это осознанность. Помните, мы где-то, я же не помню в каком тренинге, но мы разбирали, это мой осознанный выбор. Когда вы перечисляли все, что вам не нравится, потом параллельно вы писали, что вам нравится, что переиначивали, что надо сделать, чтобы это получилось, и потом в конце писали, это есть мой осознанный выбор. И я хотела бы вам предложить, вы тогда затронули на прошлом, как говорится, вебинаре чуть-чуть с вами, что если вы ставите задачу, что вы хотите иметь хорошие, то это всегда будет посредственность. А если вы хотите иметь только лучшее, что вы можете иметь на данный момент своей жизни, то тогда вы будете делать рывок. Поэтому вот как предложение для тех, кто сейчас находится в этой комнате. Научитесь выбирать для себя лучшее, что вы можете выбрать на этот момент. У очень многих людей есть симптомы, это не назовешь скудность, как-то не хочется это слово произносить, но жалоб и жлобство не хочется сказать, но люди привыкли мерить категориями «я не могу себе это позволить». Наверное, это правильнее будет выражение, что «я не могу себе этого позволить». И он ограничивает и ограничивает и ограничивает себя в этом. Когда-то у меня провалился в этом направлении жетон, я слушала по радио когда-то очень интересный такой, ну, как был рассказ, и в тот момент, когда я прослушала, я себе сказала, что я никогда не допущу этого по отношению к себе. Я думаю, что многие из вас слышали, но я все равно повторю, чтобы вам напомнить это. Женщина, которая жила достаточно сложной жизнью, тяжелой жизнью, ей удалось вырваться на море, в Абхазию, она там отдыхала, получила огромнейшее удовольствие и решила привести для себя, чтобы ела там персики сочные, вкусные, она не могла ими просто насладиться, потому что это была мечта ее детства, поесть персиков. И когда она возвращалась домой, она с собой взяла целую большую корзинку персиков, чтобы насладиться этими персиками, когда будет дома. Чтобы они не испортились, она их поставила на балкон. И на следующий день, когда она вышла и открыла корзинку, то она увидела, что один красивый, замечательный персик, просто вот большие, вкусные, сочные, но один персик уже чуть-чуть подгнил. И чтобы он не испортился, она взяла этот персик, вырезала, как говорится, подгнившее место и съела этот персик. На следующий день она опять вышла на балкон, открыла корзинку, запах был потрясающий, но она увидела, что еще один персик, чуть-чуть подгнил. Она взяла его и тоже вырезала это место и съела этот персик. И так в течение целого месяца она выходила на балкон, открывала корзинку, видела подгнивший персик, брала его, съедала, и так в течение месяца она ела и ела и ела подгнившие персики. И все, вывода не было. Но для меня вдруг вот этот рассказ он провалился жетоном таким, и я подумала, что я не буду никогда доедать условно говоря сгнившие персики. Я буду каждый раз брать персик, который будет свежим, который будет вкусным. И какое-то время я все время отслеживала себе, что мне хочется что-то купить подешевле. Словила себя когда-то тоже очень интересно было, когда уже у меня были хорошие доходы, но тем не менее вот выходишь из метро и там стоят женщины и продают там какие-то на развалах трикотажные вещи, там футболочки какие-то, штанишки, еще там свитерочки какие-то. И я вдруг себя словила на том, что я покупаю все время как бы то футболочку там, то еще что-то. Приходишь домой видишь, что качество такое, что потом ты его уже никуда не носишь. И когда я, я сначала это не осознавала, а потом, когда это у меня прошел пятый, шестой или седьмой раз, я это зафиксировала, я себе подумала, а почему? Почему, если я могу себе купить качественную, хорошую, как говорится, вещи для дома носить и так далее, почему я продолжаю покупать некачественное, оно не смотрится, оно не видится, оно вытягивается, а я продолжаю, продолжаю это делать. Ну, я потом там себе разбиралась, и, как говорится, и разборки, как говорится, внутренние, и отпускания, и тоже методом седона работала. Но сейчас я спокойно прохожу мимо этих развалов, и, как говорится, и спокойно. И я стала, как говорится, замечать на то, что мне уже теперь тяжело купить некачественную вещь для себя, потому что я все время вспоминаю эти персики. Поэтому посмотрите для себя. Вот Рузия пишет, что Генри Форд носил пальто, оставшееся от отца. Я думаю, что здесь бывают моменты, когда, первое, тебе какая-то вещь очень-очень дорога, и ты ее носишь. Знаете, с энергией вещь передает энергию. И поэтому мы очень часто не можем выбросить бабушкину платок какой-то. Мы его, как говорится, весь в дырочках. Он уже, как говорится, его никуда не оденешь, а он греет лучше, чем что-либо другое. Какие-то вещи раритетные мы тоже же ведь не выбрасываем. И это не значит, что надо все выбрасывать и не надо экономить. Вопрос не об этом. Вопрос, почему ты это делаешь. И опять-таки, бывает ситуация, раз мы уж коснулись этой темы, бывает ситуация, когда ты ради чего-то большего начинаешь ограничивать себя. И у меня был период, когда мы разворачивали, когда разворачивала бизнес, и когда была одновременно раскрутка центра и раскрутка сетевого проекта. И денег абсолютно не было. И мы работали не то, что с колес, а называется, пришел чек и его вложил. Мы очень часто работали в минус. И у меня до сих пор коллеги по центру помнят, вот для того, чтобы заплатить аренду, мы собирали по всем сусекам. Мы, как говорится, последние дни месяца и первые дни месяца, когда нам надо было рассчитаться зарплата, аренда, это были сумасшедшие дни, потому что мы выгребали все, что можно из своих семей, для того, чтобы вложить в бизнес. И я когда-то рассказывала о том, что у меня был выбор вложить, когда у мужа лопнули ботинки, трещина была на подошве, и он ходил по питерской погоде, с лякотной погоди, с мокрыми ногами, а у меня был выбор, то ли купить ему новые ботинки, то ли вложить, говорится, в следующую партию продукции, чтобы структура не останавливалась. И я сжала зубы, и я вложила в структуру, в бизнес. То есть, может быть, и Форд, когда развивал свой бизнес, он может быть тоже, тут трудно сказать, любил папу, или у него все деньги были в развитии бизнеса. Поэтому здесь очень трудно сказать, но я хочу, чтобы вы обратили внимание на себя, как вы поступаете и почему. Если вы начнете задумываться, то тогда и поставите, что для вас должно быть лучшее. Что будет лучшее? Мы сейчас с вами будем разбирать. Лучшее образование, лучшее качество отдыха, лучшее качество специалистов, которые будут помогать вам решать то или другое. Лучшее обслуживание для ваших дистрибьюторов, и вы будете вкладываться туда. Лучший офис, или так далее, и так далее, и так далее. Лучшие проведенные мероприятия. Потому что это не значит, что, допустим, вы обязаны покупать себе только самые лучшие вещи. Помните, мы разбирали это. Это значит, что просто ко всему, к чему вы прикасаетесь, у вас должно быть лучшее. То, что возможно вам на данном этапе жизни. Это подчеркните. Потому что то, что сегодня вам доступно, то, что сегодня возможно, оно должно быть лучшее, что вы себе можете позволить. Понимаете, это менталитет внутренний. Как только вы позволите им в себе мыслить, своим мозгам мыслить, допустите, что потребность в том, что вы имеете право иметь лучшее, и ваши дети имеют право иметь лучшее, вам начнет это лучшее приходить. Поэтому думайте в эту сторону. Ну и еще, как бы последний штришочек в этом же направлении, я бы сказала следующее, что когда вы хотите, чтобы к вам приходило лучшее, что вы можете допустить в свою жизнь, то вы должны и к себе относиться, как к лучшей возможности, которую Всевышний делал для вас. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что мы с вами реализуемся не один раз. И у нас есть еще одна попытка. Вот нас выпустили на эту землю, для того, чтобы мы показали, на что мы годны, на что мы максимально, что мы можем сделать. То есть по большому счету нам дано поле для игры, сцена для игры. Вот так надо сыграть, так, чтобы это было действительно... Ребят, когда будем там наверху отдыхать, чтобы было что вспомнить. Что вспоминать, если ничего нет? Что вспоминать, если у тебя день сурка каждый день и ни на что не похожий? Поэтому, на мой взгляд, если ты хочешь, чтобы у тебя было лучшее из возможного на сейчас, то ты должен быть лучшим, каким ты только можешь быть сегодня. Поэтому вот этот вопрос экстраординарности, то есть выход за свои банальные сегодняшние обязанности, банальную свою жизнь, как говорится, стандартизированный, кто к чему ты уже пришел в себя. Помните, мы говорили, ребята, о том, что вызов себе, вызов себе и еще вызов. Вот стать лучше, стать интереснее, стать сильнее. Вот в чем вы можете, вот как говорится, бросать себе вызов и становиться экстраординарными в том или в другом направлении. Это уже зависит от вас и от тех приоритетных дел, которые для вас важны сегодня. Почему не стать лучшим папой для своего сына или лучшей мамой, которая может быть у ваших детей? Остальные, ладно, там их мамы должны быть. Почему не быть самой замечательной бабушкой, которую потом будут вспоминать через 10, 20, 30, 40 лет ваши внуки? Потому что это была классная бабушка, жизнерадостная, энергичная, которая могла с внуками пойти в поход, когда могла их куда-то повезти, которая могла завести, как говорится, любую шевуршню дома, которая была умна, которая была элегантна. Понимаете? Если вы хотите быть спикером, почему не стать самым ярким спикером? Трудно, конечно, трудно. Да, есть такие спикеры, за которыми просто не угнаться. Но это они. А себе сделать вызов? Хотите быть лидером в своей структуре, в своей компании, на индустриальном уровне? Почему нет? Просто бросить себе этот вызов и не побояться. Хотите быть лучшим тренером по своей теме, лучшим экстраординарным дизайнером в своем городе? И так далее. Если вы в чем-то хотите реализоваться, не будьте посредственностью, будьте супер, будьте ярким, будьте экстраординарным. Для тех, кто работает в группе, для вас будет задание. Ваше понятие, и что это значит для вас термин «экстраординарная личность» в том направлении, в котором вы хотите себя реализовать. Экстраординарный лидер или экстраординарный спикер, экстраординарный управленец и так далее, и так далее. То есть для вас домашнее задание, а для всех остальных просто взять и подумать для себя, что это значит для вас. И я для вас предоставила, правда, смотрю, не очень видно, но есть такой один из гуру менеджмента, Стив Кови, и он дал пять выборов для эффективных, экстраординарных людей, и я думаю, что лучше, чем он, я не скажу. И вот в красном овальчике вы видите первое. Выбирайте важное и не реагируйте на кажущуюся срочность. То есть выбор приоритетов только за вами. Выбирай второе. Выбирай выдающее достижение, а не застревай в обыденном. Третье. Планируй значимые дела прежде, чем мелкие. Четвертое. Управляй современными технологиями, а не позволяй им управлять собой. Это мы с вами проговорим еще. И пятое. Выбирай то, что поддерживает твою энергию и не позволяй себе выгореть. Ну, это то, чем мы с вами занимались все три предыдущих занятия. Да, вот это вот пять выборов, выборов по Стивену Кови. И практически по этим пяти выборам сейчас идут практически все школы менеджмента в Америке. Я считаю, что по большому счету он прав, и это пересекается со многими нашими с вами взглядами. Ну, и этот квадрант, все вы знаете, но хочу его напомнить, потому что каждый раз сверяешься по тому, что получается у тебя. Мы с вами помним, что все наши действия, они делятся как бы на четыре разных квадрата. В одном направлении это есть дела неважные, которые делаем мы или не делаем, они не приносят результатов и не уменьшают результатов, вернее всего уменьшают, они просто не приносят каких-то результатов. это у нас сиденье у телевизора, это у нас разговоры с соседями, это у нас, как говорится, бродилки по интернету просто так, и так далее, и так далее. И есть дела, которые очень важны для того, чтобы развивалась наша жизнь. Это и планирование, это и в данной ситуации у нас с вами, это встреча с людьми, это обучение своей структуры, это мотивация своей структуры, это работа с клиентами. Есть дела несрочные, которые, ну, как говорится, сделают, не сделаешь, сегодня, завтра, послезавтра, ну что изменится, если ты сегодня посмотришь сериал, не посмотришь сегодня, завтра посмотришь, не посмотришь завтра, послезавтра не посмотришь. Ну если у тебя сломалась молния на сапоге, а в последний день перед весной, ну если ты его отнесешь, как говорится, через неделю в ремонт, нормально, через две недели, Тоже нормально. Через три недели тоже ничего. Впереди весна и лето. А есть дела срочные, которые, если ты не сделаешь, то, что называется, это будет очень плохо. У тебя заболел ребенок, и ты должна срочно принять какие-то меры. У тебя заблокировали банковскую карту, ты должен срочно принять какие-то меры. У тебя твой лидер, как говорится, заболел и не вышел на вебинар, и тебе надо срочно изменить свои планы и провести вместо него вебинар. И вот посмотрите, что меня в этой рисунке поразило, в этих цифрах. Вот здесь убрали время сна. То есть здесь не учитывается время сна. 8 часов минусовали. И вот эта процентовка, я ее сейчас вам расскажу, она идет уже от анализа активного времени среднестатистических людей. То есть не брались лидеры и не брались люди, у которых очень высокая активность. Брали обычных, нормальных людей, вот таких, как мы с вами. И из 16 часов дня, посмотрите, убитое время, когда, да, мы с вами понимаем, что суммируется здесь время, которое ты тратишь на что-то, энергия, которую ты туда вкладываешь, ну и, соответственно, отдача. Вот в убитом времени, это то, что неважно и несрочно, люди теряют, ну я буду округлять, 18% своего времени. В делах, и это не приносит никакого дохода, да. В делах, которые неважные, но срочные, то есть, в принципе, пришла соседка, которая попросила, чтобы вы пришли, ей там помогли оценить там ее комнату, квартиру или пожалиться вам, пришла померить там давление и так далее. Или у вас там ребенок, как говорится, что-то там разбил, и надо быстро прийти и откорректировать что-то. Или вам надо посидеть в интернете и подыскать какой-то материал, и вы сидите там не просто 15-20-30 минут, а 2-3 часа. То есть, в принципе, это не так важно и не так суперсрочно, но вы же все равно там сидите. Это чуть-чуть может принести вам деньги, но немного. Суперсрочно. Да, люди теряют на вот такие внезапные дела, которые возникли. Вдруг решишь, что посмотрел в холодильник, увидел, что там ничего нет, а, как говорится, из того, что есть, ты ничего особо не сделаешь, и ты срочно изменил все свои планы и пошел, как говорится, в магазин. Люди тратят на внезапные, непредвиденные, неважные дела. Вот это мне больше всего шокировало. 24% своего времени. Срочные, необходимые, которые возникают как экстремальные дела, люди тратят 17% своего времени. То есть, не рассчитали, не предвидели, или как когда-то мой ребенок сказал или прочитал где-то, что все чужие подвиги основываются на чужом разглядяйстве. То есть, по большому счету, чья-то недоработка, чьи-то проблемы, чей-то недосмотр, чей-то непросчет приводит к тому, что вам нужно совершать какие-то героические дела, которые возникают срочно, быстро, но не сделать их вы не можете. И вот таких дел в течение дня у людей возникает, и они тратят на них около 18% времени. Они приносят иногда деньги, потому что, вернее всего, как говорится, какой-то доход, потому что это чаще всего все-таки наши дела, которые продвигают нас. Вспомните ситуацию, я думаю, она будет вам близка, что внезапно раздается звонок накануне вечером, и ваш дистрибьютор просит, «Ой, слушай, мне так нужна твоя помощь! Я завтра встречаюсь с человеком!» И вы бросаете все, понимаете, что нужно помочь вашему дистрибьютору, и вы мчитесь к нему для того, чтобы повстретиться с вашими людьми, и вдруг оказывается, оба-на, либо человек не пришел, либо человек пришел, но с ним, оказывается, никто вообще раньше ни о чем не говорил, он понятия не имеет, зачем он пришел, и у вас начинается первичная встреча, и вы тратите гораздо больше времени, чем на подготовленного человека, и так далее. То есть это действительно что-то может принести вам какой-то доход, но это срыв ваших планов, это мобилизация, вы опять на баррикаде, и это является, как говорится, просчетом, потому что нужно, вместо того, чтобы, как говорится, обсудить с дистрибьютором, что за человек, для чего человек, может быть, даже перенести эту встречу на скайпе, и так далее, и так далее, или дать все-таки задачу, чтобы человек первично сам с ним встретился, проговорил, и уже потом по результатам встречаться с человеком, ну, вы можете сами придумать себе сколько угодно, Понаблюдав за собой, это будет тоже задание вам, как говорится, анализировать свои дни, что у вас чаще возникает. Но опять-таки средний человек это вот 27%. И есть те задачи и те дела, которые являются стратегическими, которые дают вам, их может быть не видно сейчас, но они очень важны для того, чтобы вы сделали какое-то очень крупное, очень важное, серьезное дело. И это чаще всего, все равно, то, что редко люди делают, ребята, это размышления, это анализ, это планирование и пошаговое действие. Потому что чем четче написан план и чем яснее те шаги, которые вы должны сделать, тем меньше времени вы тратите. Потому что под каждую задачу вы начинаете искать людей, которые это могут сделать. Иногда это бывает очень трудно, найти людей, которые реально могут сделать качественно, хорошо и то, что нужно, для того, чтобы вы пришли к тому результату, который вам нужен. Но именно выстраивание и приучивание себя вот к такому, что вы сначала ставите задачу, планируете себе, пошагово вы расписываете, что вы должны сделать. И обратите внимание, я не сказала, что вы думаете, а вы расписываете себе. Потому что когда вы пишете, очень часто ты вдруг понимаешь, что ты не знаешь, ты не понимаешь, как это сделать, но тогда у тебя уже есть задача, и под эту задачу уже к тебе приходит решение, ты ищешь информацию, то есть уже целевую информацию ты ищешь, ты анализируешь с людьми, если у вас уже есть команда, и вы чувствуете, что вы в каком-то вопросе зависаете, вы можете дать переадресовать этот вопрос команде, потому что когда рождается в мозговом штурме, рождается идея, вы начинаете более четко видеть, у вас проясняются какие-то вопросы. То есть вот это очень важный блок, красный блок, супер важно и не срочно. То есть размышления не требуют, они не терпят суеты. И в среднем люди около 30% своего времени проводят за такими размышлениями. А теперь смотрите, это нормальная ситуация для нормальных людей. Мы же с вами не нормальные. Мы взяли и в свою жизнь ввели еще в сетевую индустрию. И у нас с вами начинает спрессовываться, как говорится, и время, и силы, и энергия. И тогда возникает вопрос, и где нам его взять, время и энергию? И вы прекрасно понимаете, что мы его можем взять только отсюда. Потому что здесь, если мы занимаемся своей жизнью, и здесь вот мы с вами продумываем, анализируем и занимаемся только важными делами, мы его не можем взять. Мы не можем взять важные дела из своей нормальной обычной жизни. Мы с вами не можем иногда быть властны над срочными делами, которые, если мы не сделаем, то, ну, что-то, как говорится, все равно пострадает. Дело пострадает, близкие и так далее. И мы все равно с вами, сколько бы мы ни говорили, что нельзя дистрибьюторов, как говорится, как птенчиков все время кормить, кормить и кормить разжеванной пищей, то все равно мы по их зову чаще всего мчимся, чаще всего едем, бросаем какие-то свои дела. И по большому счету это все равно, эту ошибку допускали, допускаем и будем допускать. Но это тоже, как говорится, ну что делать? Это издержки нашего характера. Чаще всего все мы добрые, все мы отзывчивые, все мы сочувствующие. И поэтому вот только отсюда мы можем начинать брать время и брать свои резервы. А посмотрите, его немало. 18 и 23, это что у нас, если я правильно сосчитаю, то и плюс еще 10, ну где-то 42%. Тот, кто умеет быстро считать, проверьте меня и напишите правильную цифру. 41 или 42% времени, который у нас уходит в никуда. Вот поэтому здесь, если мы здесь все распланировали, вот здесь становится меньше внезапных нужд. А убитого времени у нас с вами просто не должно быть. Все в дело. И опять-таки, лидерская, те, кто участвует в группе, ребята, я вам вышлю специальный тренинг по управлению временем. Потому что тот, у кого из вас все структурировано и все нормально схвачено, значит, все нормально. А тот, кто чувствует, что у вас есть какие-то проколы по возможностях планирования, и планирование не жесткого, а легкого планирования. У нас тут разброс от 41,5 до 34,2. Ну нормально. Ну, по крайней мере, и там, и там есть ресурсы. Поэтому посчитайте еще раз 23,6, и 17, и 9. Я скорее думаю, что там 40 с чем-то. Поэтому для себя, посмотрите, вот ваше будет домашнее задание, и опять-то для себя. Вот понаблюдайте каждый день, какие дела вы делаете в каждом квадрате. Вот какое из дел вы можете отнести к тем, которые важны, а какие-то количество дел вы можете отнести к срочным, не к важным. А кто вами воспользовался сегодня, кто проманипулировал и заставил вас делать то, чего вы делать бы не должны. И так далее. И когда вы начнете наблюдать, то есть вообще, помните, наблюдайте за собой иногда. Когда вы начнете наблюдать, то вы увидите, что, может быть, вы даже и больше времени теряете на неправильные, на ненужные действия. Не позволяете людям втягивать вас в срочные, быстрые, как говорится, и неважные дела. И поэтому посмотрите, какие дела в третьем квадрате и в четвертом, вот эти нижние, неважно, но суперсрочно, неважно и несрочно, вы можете прекратить делать. Я написала, вы хотите прекратить делать, но я бы написала так, и хотите, и можете. Потому что, ну, бывают ситуации, когда вы по каким-то причинам еще не можете, там, личностного плана отказать человеку, хоть вы и понимаете, что это неважно, и это очень суперсрочно. Но ради поддержки отношений вы должны это сделать. Но, тем не менее, постарайтесь убрать из своей жизни все эти вещи. Теперь следующее. Какие дела вы можете добавить во второй квадрат? Это супер важные, стратегические дела. Поэтому посмотрите, как говорится, для себя, с этой точки зрения, со своими действиями, которые у вас есть, которые происходят. И вот эти вот пять выборов успешного человека, которые прозвучали, они очень перекликаются Стив Коффин и Энтони Робин. Вот Энтони Робин, он сказал, вот пять выборов успешного человека. Работайте над важным, стремитесь к выдающемуся, планируйте большие дела, управляйте технологиями, которые появляются, и поддерживайте свою энергию. Вот это ключ к продуктивности. Ваше только важное. Стремиться к экстраординарности, планируйте важные, срочные, важные, большие дела, управляйте технологиями, которые появляются, и поддерживайте свою энергию. Опять-таки, без энергии никуда. Хорошо, вы выбрали важное для себя, а что делать с остальным? А вот остальное, смотрите, когда-то я тоже думала, я когда стала зашиваться, когда катастрофически не успевала ни на что времени, в общем, я дошла до такого неврозоподобного состояния, когда мне, может, пальцем было тронуть, и у меня из глаз слезы прямо обрызгали, как у клоунов на сцене, то смотрите, осознанно или неосознанно, лучше осознанно, начинайте. Что-то вы делегируйте, что-то передайте. Самый большой подвох, когда вы начинаете делегировать дела кому-то другому, это то, что вам кажется, что вы сделаете лучше, быстрее, эффективнее. И может быть, это действительно так. Но как только, и я сразу вспоминаю, как я перекладывала, как говорится, часть своих дел, вот я вспоминаю, как это было трудно, самое трудное, не перехватить это дело и не начать самому, как говорится, учить, как надо делать, показывать, как надо делать, еще и критиковать, как не так сделано, а потом взять и все самому сделать. Потому что если вы это сделаете раз, если сделаете второй раз, то все, больше вы никогда не сможете передать это дело другому человеку. Поэтому поручили, ушли в другую комнату, уехали, что хотите, делайте, но люди сделали, скажите спасибо и все. Поэтому, когда вы начинаете учиться делегировать, самое главное, не повышайте требования к человеку. Пусть сделает, не будьте перфекционистом, пусть сделает так, как он может. Потом разберите после того, как он уже сделал, как можно было бы сделать лояльно, спокойно и все. И в следующий раз что-нибудь подскажите между делом, а потом опять давайте человеку. И потихонечку своим детям, своим родителям, своим мужьям, женам, своим партнерам, сотрудникам, соседям поперераспределяйте все, что не требует вашей энергии, не требует ваших мозгов, не требует вашей души, не требует вашего участия. Научитесь. Если это невозможно перераспределить просто так, на добровольных, принудительных началах, значит тогда расплачиваетесь. Иногда лучше отдать весь доход в оплату за работу кого-то, как говорится, кто помогает вам, потому что потом у вас прирастет этот доход. У меня очень долгое время было, когда я все свои чеки, весь свой доход отдавала сотрудникам и отдавала, как говорится, на дело. Потому что я прекрасно понимала, не отдам я сейчас, завтра не будет ничего. Но отдам я сейчас, да, у меня ничего нет. У меня долгое время, муж все время говорил, хорошо, я все понимаю, а доход где? Ну я ему показывала бумажку с бонусом, он говорит, да, это бумажка, это цифры, а доход где? А я ничего не могла ему сказать, а не было. Доход был, но он был весь не у меня. Но и опять-таки, понимаете, вот чем отличается лидер? Он стратегически видит будущий доход. И ради этого он, ну, осознанно начинает делать те или другие. Поэтому делегируйте. Второй момент. Оставляйте. Если вы чувствуете, что ноша уже, как говорится, лежит на ваших плечах такая, что вы больше ничего не можете вынести, и вы уже делегировали часть, а все равно еще, как говорится, много, просто-напросто возьмите и оставьте, и не делайте то, что не является важным для вас. Ничего не случится. Вот опыт показал, что ничего не случается. Минимизируйте все, что можно минимизировать, в том числе женщины приготовления еды. То есть, ну, называется, ну, когда-нибудь побалуйте. А на период максимальной концентрации и фокусного такого, как говорится, лазерного такого подхода к делу, значит, просто-напросто какое-то время вы не будете что-то делать. Плюс, обратите внимание на это. Используйте свой профессионализм, а не энергию. Потому что, когда мы с вами чем-то занимаемся, в любом деле, будь то это профессиональное дело, будь ли это вопросы, касаемые управления, будь то проведение тренинга, будь то проведение обучения, и так далее, и так далее, и так далее, у нас появляется профессионализм. И надо научиться проводить многие вещи на профессиональном уровне, не включаясь. Особенно это для людей, которые уже 10, 15, 20 лет работают на каком-то предприятии, на каком-то деле, в том числе и преподаватели, в том числе и врачи, и так далее. Очень многие люди, которые профессионально могут, не включаясь на, как говорится, сделать все это, не включая свою энергию и не тратя ее. Ну, и я уже сказала это, но еще раз подчеркну, что вы должны научиться использовать тех, кто еще не поставил перед собой экстра задачу стать хозяином своей жизни, стать лидером своей жизни. Нормально их это не напрягает. Еще, как говорится, просьба, участникам тренера, тренинга. Определите сегодня ваши роли. Называется, во что мы играем на данном этапе жизни. Ну, вот если по себе. Я играю роль мамы, я играю роль директора центра, я играю роль топ-лидера компании For Life, я играю роль, слабо играю, правда, ее роль жены и так далее. То есть, вот определите те роли, ну, как говорится, у меня еще много есть, с чего я играю. Вот, не цепляйтесь к слову «играю». Можете заменить его, как говорится, любым другим словом. Но, как говорится, какие роли в вашей жизни сегодня? Вот, допустим, у меня нет роли спортсмена или у меня нет роли общественного деятеля. Зато есть роль тренера или там спикера и так далее. То есть, вы для себя тоже напишите, вот в каких ролях вы присутствуете сегодня в этой жизни. Их должно быть не менее пяти. Тогда хотя бы чуть-чуть жизнь многообразная. Если же у вас, допустим, всего лишь там три роли, и я там мама, я жена, и я там главный бухгалтер, ну, эта жизнь уже обедненная красками. Поэтому надо будет дополнять чем-то. Поэтому, смотрите, у вас должно быть не менее пяти ролей, которые вы сейчас в этой жизни играете. Но у вас есть еще самые важные роли, те роли, которые актуальны на этот день. Вот для меня сейчас это лидер компании, топ-лидер компании For Life, и это сейчас мама. Вот две роли, которые для меня самые важные. Ну, и третья роль, действительно, мне сейчас очень нравится направление, бизнес-тренинг, роль бизнес-тренера, роль спикера. И они у меня сейчас между мамой и спикером, они у меня, как говорится, ну, между собой пока конкурируют. Посмотрим, что будет дальше. И посмотрите, для чего это нужно. Вот я говорю, что многообразие ролей, чтобы было жизнерадостнее жить. А вот важные роли, почему важные? Вам важно посмотреть на тот список своих задач, которые вы составляли. Значит, тот, кто не составлял. Вот ваши задачи, ваши планы на ближайшее время. Далеко не идем. Две-четыре недели. И посмотрите на этот список задач глазами своих самых значимых ролей на сегодняшний день. Вот у меня есть планы на сегодняшний, ну, кажется, на это полугодие и на этот месяц. И эти планы подчинены моей сейчас главной и самой важной роли в моей жизни. Это сейчас топ-лидерство. И через призму этих планов, через призму этих задач я смотрю на эти планы. И поэтому у меня, если посмотреть, то очень многие вещи отброшены, потому что, да, для меня сейчас они не являются такими актуальными. Поэтому посмотрите, все вы в Новый год писали планы на этот год. Поработайте над ними и посмотрите на этот список глазами своих значимых ролей. Когда-то, когда я первый раз это делала, то я вдруг увидела, что у меня там близко не стояли вообще задачи себя как лидера. То есть у меня было много, в планах, знаете, называется отнести дубленку в химчистку, отремонтировать там сапоги, молнию. То есть я перечислила, что надо сделать. Вот как бы вот так вот. Вот надо сделать с точки зрения хозяйки. Ох, сколько много было перечислено. Но там совершенно не было тех задач, которые я ставила перед собой как лидера. Когда я это увидела, я практически несколько дней переделывала, переструктурировала свои планы. И как только я переструктурировала, как только в голове она у меня уложилась, у меня стали приходить другие люди, и у меня те лидеры, которые у меня раньше были в пассиве, они заработали. Помним о том, что нужно три больших дела. Должны быть два-три дела помельче вокруг значимых дел, и потом уже мелочок. Вот потом уже можно дубленку в химчистку, уже потом можно пирожки испечь, как говорится. Там уже можно пропылесосить. То есть уже, как говорится, добавлять какую-то мелочь. И обязательно в течение дня оставлять воздушные прослойки. Что такое воздушные прослойки? Это зазоры между делами, чтобы у вас было время, если вдруг появляется что-то неожиданное, или если ваш организм устраивает бойкот, и вы чувствуете, что вы хотите просто отдохнуть, полежать, сделать разминочку и так далее. Или просто посидеть за чашкой чая, тупо уставившись в телевизор, потому что все называется золотой и любимый сдох, как бубик. Поэтому у вас какие-то должны быть зазоры. Теперь еще скоро мы с вами подойдем к концу. Значит, смотрите по поводу новых технологий, которые появляются в нашей жизни. Мы с вами начинали о том, что скорости бешеные, и у нас появляется новая техника, у нас появляются новые развлечения, у нас появляется много различных программ в интернете и так далее, и так далее. И угнаться за современными технологиями, и одновременно заниматься жизнью и бизнесом, то есть выстраивать их продуктивно, ну, я считаю, что невозможно, потому что ты будешь все равно либо там, либо там зависать. И нужно зависать на менее важных задачах. Поэтому я, может быть, скажу, я скажу именно свою мысль, я не знаю, как вы к этому относитесь, но я считаю, что все технические штучки, они хороши, но они не принципиальны. Тебе нужно, как говорится, знать те вещи стратегические, которые помогают твоему бизнесу. Во всем остальном нужно иметь профессионала или любителя, который любит в этом копаться, но он не ставит задачу стратегическую стать экстра в том или в другом направлении, и ты можешь обратиться к нему за помощью в его разных вопросах, будем считать, что он стал экстраконсультантом по техническим вопросам у вас. И все. И вам подскажут, что, как сделать, вы разберетесь, то есть человек разберется, а вас он проконсультирует, на какие кнопочки жать. Точно так же в интернете, помните, мы сказали, появляется масса программ, всплывающие, не всплывающие окна, замки на социальной сети, не закрытые социальной сети, кукарекающие, не кукарекающие, и так далее, и так далее, и так далее. Ребята покупаются на вот эти фишки очень часто, ну какая разница, зеленая кнопочка или красная кнопочка. И то, что говорят о тестировании, что нажал на красную кнопочку больше, чем на зеленую кнопочку. Ребята, хороший продающий текст, хорошая информация, на любую кнопочку нажмут, цветную и не цветную, потому что вам нужно, и особенно, вот как бы это касается сетевой индустрии, вам важен не просто человек, который пришел к вам на информацию, а человек, который остался. И это своя специфика в работе с интернет-технологиями. Будем на втором блоке разбираться с вами. Теперь следующий момент. Научитесь работать с информацией по мере появления задачи. Вот есть конкретная задача, ищите конкретную информацию. Есть конкретная задача, ищите конкретную информацию. Опять-таки, это осознанно отслеживайте, потому что это на подсознательном уровне. Вы начинаете что-то искать, вдруг появляется что-то интересное, оба-на, действительно интересное, вошли, нажали на ролик, справа, как говорится, на ютубе еще увидели интересное название, нажали потом, ой, как интересно, нажали дальше, и все. Периодически вас будет уносить туда, но это если вы будете отслеживать, то это будет периодически. Или ставьте себе ограничители, что полчаса вы в бродилке, а остальное есть задача, вы берете информацию. Опять-таки, если вы ставите себе экстраординарные задачи, реально туда хотите дойти, вы будете обрубать себя. Помните, мы сказали, умение сказать «нет» и умение сказать «стоп». По шаблонам потом поговорим, когда будем говорить о работе с социальными сетями, это очень сокращает время. И самое главное, выключайте эмоции. Как только вы позволяете эмоциям возобладать над вами, вы можете считать, что вы потерялись. Потому что, что в социальных сетях, и вам будут приходить различные письма, и вам будут приходить разные письма, и разные отзывы, и разные комментарии. Если вы включитесь в эту игру, вы пропали. Если вы начинаете на форумах откликаться на всякую, как говорится, глупость, и госпиталь людей, столько много людей, которым мифик делают, и они там порнографят, как говорится, и поносят на форумах, и комментируют периодически, так как вам не очень хочется. Поэтому включили эмоции, все, вы застряли. Научитесь в бизнесе не включать свои эмоции. Это не говорит о том, когда вы разговариваете с людьми, и передаете им информацию в виде истории. Наш бизнес – это эмоции, но это эмоции подачи материала. Это энергетические эмоции, это включение в интерес человека, это включение в самого человека. А выключать эмоции, когда у вас это касается вопросов поступления информации. И как можно меньше комментировать самому с точки зрения включающейся эмоции. Поэтому работа с людьми, она требует умения выходить над эмоциональным уровнем. Ну и, как говорится, когда вы будете становиться крупным лидером, или когда вы начинаете выходить в сеть, и у вас там помечено, что вы занимаетесь сетевым бизнесом, или вы занимаетесь вопросами здоровья, или вы занимаетесь вопросами красоты, или у вас и то-то, 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 то вас начинают все хотеть иметь. И вам начинается идти масса предложений, масса информации, ну, как бы себе задать вопрос. А вы этого хотите? Если нет, то же научитесь говорить стоп, и научитесь использовать это все в свои ворота. Опять-таки об этом, когда будем говорить о работе с социальными сетями. Поэтому каждый раз, когда вас начинает очень активно кто-то насиловать, каждый раз себе задавайте вопрос. Вы этого хотели? Нет? Сразу же стоп и нет. Поэтому для себя нужно очень четко понимать. Вам нравится и нужно? Делайте. Вам не нравится, не нужно, и вас что-то напрягает? Не делайте. И не должно быть никаких внутренних противоречий, внутреннего неудобства. Потому что, вы уже помните, вы себя простили сразу и на всю оставшуюся жизнь. Поэтому это помните. Поэтому хотите – делайте. Не хотите – не делайте. Это ваше святое право. Поэтому вас никто не может активно и неактивно заставить. Ну и если подвести итог сегодняшней нашей с вами встречи – опыт, интуиция, умение решать задачи и проблемы, настойчивость, терпение и самодисциплина. И очень четко, ребята, самодисциплина. Без самодисциплины лидером никогда не станете. И ключевое звено в нашей жизни, в нашем бизнесе, и самое слабое звено в нашей жизни, в нашем бизнесе – это вы сами. И когда вы развиваете свою личность, тогда все у вас становится по-другому. И ваша жизнь становится яркой, она становится интересной, она становится продуктивной. И по-другому это не получается. Если вы становитесь сильнее, то жизнь становится сильнее. Я вам скажу маленький секрет, как максимально быстро начинать менять свою жизнь, и это почему может быть очень хорошо и так быстро получается у сетевиков. Помните, мы сказали, что один из самых трансформационных бизнесов – учиться, обучая других. Это проталкивает настолько быстро и настолько эффективно, потому что когда вы начинаете подбирать материал, когда вы готовите, у вас 10 раз эти мысли приходят в голову, и вы анализируете все. Плюс, когда вы произносите, совершенно по-другому мозг воспринимает информацию. Это другие вибрации. И доходит гораздо глубже, чем когда вы смотрите глазами. Поэтому, когда вы начинаете обучать других, вы начинаете учиться сами, и у вас быстрее проваливаются жетоны. Ну и плюс, вы понимаете прекрасно, что нужно быть в окружении тех, кто уже делает, что вы хотите использовать в своей жизни. Как помните, в армии равнение направо, значит, и у вас направо должны быть люди, которые уже это сделали, которые прошли. И для кого-то, помните, мы говорили вначале, для кого-то вы будете та грудь справа, на которую будет равнение. Ну и как в морском флоте есть знак «Делай, как я», «Следуй за мной», точно так же и вы должны следовать за кем-то, и точно так же посылать знак «Следуй за мной». Делайте это и ловите от этого кайф. И если вы будете от этого ловить кайф, то все, что бы вы ни делали, будет делаться легко. И я вас уверяю, что у вас будет абсолютно все. И все будет так, как вы решите. Вот что решите в голове, то у вас и будет. И все будет тогда, когда вы решите, что оно у вас должно быть. Но не языком решите, а душой, сердцем и мозгами. То есть соедините все. Домашнее задание. Доделать те блоки домашнего задания, которые не успели сделать к сегодняшнему дню, упражнения из сегодняшнего вебинара, выбрать, в каком направлении вы хотите бросить вызов себе и стать экстра, и написать это на Фейсбуке, ваш вызов себе. А потом мы обязательно, как говорится, группу будем периодически с вами сосписываться и будем смотреть, что получилось у нас с вами. Будем болеть друг за друга, чтобы наш вызов себе мы все-таки не забыли. По крайней мере, я вам об этом точно напомню. Я вам напишу, какой я себе бы бросила экстра вызов. Плюс, посмотрите, для того, чтобы вы стали экстра лидером, у вас есть какие-то уже задатки, иначе бы вас здесь не было. А есть какие-то задатки, которые нужно еще в себе развить. То есть, которые находятся в таком зародышевом состоянии или еще как слабые росточки. Поэтому тоже подумайте, что вам нужно, как говорится, максимально быстро развивать. То есть, вот какое качество. Берите одно качество. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Значит, какое-то одно качество, которое вы будете развивать первые три месяца. Потом к нему добавьте еще одно качество, которое вы будете развиваться в следующее время. Следующие три месяца и потихонечку, и потихонечку, как говорится, начинаете уплотнять свои, как говорится, начинаете работать над своими качествами, которые вам нужны будут для вашего развития. Теперь мои хорошие, как говорится, участники тренинга. Значит, эта неделя у нас с вами выходная. Мы делаем перерыв между двумя блоками, потому что надо подтянуть вам то, что не дотянули, не доделали. Надо отдохнуть от меня. И с понедельника, с 11 числа, мы с вами подходим ко второму блоку. Этот блок уже будет касаться не нас, как личности, а скорее наших отношений с нашими дистрибьюторами. И касаемые вопросы и мотивации дистрибьюторов, и балансу обучения, и созданию фокус-групп, и созданию групп прорыва, и что такое продвигающие семинары, и как их создавать. И вот то, что будет касаться, конечно, персонально вас, это тайны планирования при резко увеличивающихся нагрузках. Бизнес растет, нагрузки растут, никуда от этого не денешься. Поговорим о том, как создавать и продвигать свой бренд, потому что есть много наносного, которого, как говорится, придумали, а есть действительно очень важные вещи в развитии своего бренда, поэтому поговорим об этом. Ну и по ходу дела все время будем касаться, так говорится, интернет-технологий. Это не будет отдельный блок, это будет разбросано по всем темам, потому что они... Это все перемешано, и поэтому у нас не будет жесткой конкретной темы, мы будем перекатываться от одной темы к другой, и будем как бы по спирали их раскручивать. Ну, отдам то, что у меня есть, это опыт, знания, внимание. Тот, кто делает домашние задания, тому, как говорится, будут рекомендации. Ну и я буду вашим этим волшебным пентелем, который будет вас потихонечку пинать и заниматься с вами, да, вашим будущим, своим будущим. Будем помогать друг другу идти дальше. А вот это то, что я хотела бы, чтобы вы себе либо сами написали, либо распечатали. Но только я написала, пришло ваше время, потому что я обращаюсь к вам. Ребят, я вам честно хочу сказать, если вы здесь, значит, пришло ваше время к рывку. Мой жизненный опыт показал, что в поле, в моё поле, втягиваются обычно люди, которые находятся на каком-то поворотном моменте. Я не знаю, почему так получается, но ни один, ни два сотни людей, которые вот действительно доказали, почему-то они появляются, я им даю волшебный пентел, и они дальше летят. Иногда со мной, иногда без меня, но это уже не играет роли. Поэтому раз вы здесь, значит, у вас тоже пришло ваше время для очередного рывка. И возьмите, да, себе напишите, пришло моё время. И дальше напишите, и не один раз, да прибудет со мной моя сила. Ну, я для себя написала и распечатала этот цветным, мне так просто нравится. Вот эта фраза, да прибудет со мной моя сила. Вот она должна войти туда, в вас, внутрь. Это стержень. А каждый из вас знает, что вы гораздо больше, сильнее, мощнее, чем вы, как бы вы себе кажетесь. И у вас есть огромное количество поддержки. И помните, мы с вами, как говорится, смотрели, кто у нас команда поддержки, кто у нас, виртуальная команда поддержки, мощнейшая внутренняя сила. Поэтому, когда вам надо зачеркнуть силы, закрыли глаза, и вслух, или мысленно, да прибудет со мной моя сила. Да? Поэтому распечатайте. Это действительно, это очень работает, очень сильно, и самое главное, в любой момент вы этим можете пользоваться. Вам спасибо огромнейшее за сотворчество. Я вас очень-очень люблю и благодарю вас за то, что вы были со мной. Спасибо за то, что вы есть. И помните, вы самые лучшие, которые есть в этом мире. Самые-самые-самые. Мои дорогие друзья, ну, это всё. Поэтому вам спасибо, что вы были. Поэтому работайте, отдыхайте. Всех самых-самых-самых лучших, самых красивых, самых классных женщин поздравляю с нашим женским праздником. Мужчины, я вас, как говорится, поздравляю, что у вас есть такие самые-самые замечательные женщины, как мы, что мы вам помогаем в этой жизни чувствовать себя мужчинами. Ну, а нам, девчонки, чтобы нас любили, чтобы нас ценили, чтобы нас лелеяли, чтобы носили на руках. Ну, а сейчас я передаю слово Елене Шраменко, хозяйке этой комнаты, этого семинара и этой компании. Друзья, если вы меня слышите, поставьте, пожалуйста, плетик. Не могу не сказать несколько слов по окончании этого вебинара. Пожалуйста, не расходите, задержитесь. Я хочу, чтобы вы в чате, насколько это возможно, послали ваши аплодисменты Любой Ивановне Алимовым за прекрасный вебинар. Уверена, что вам всем понравилось и хочу несколько слов сказать об этом вебинаре. У нас уже месяц как идет курс Любови Алимовой сетевого маркетинга для здравомыслящих и мы решили этот завершающий урок первого модуля сделать открытым именно потому, что курс проходит просто супер. Он всем нравится, он проходит очень удачно. Это первый курс Любови Алимовой, который она проводит не для своей структуры вообще, для всех сетевиков, для всех желающих, кто хочет. Поэтому такой опыт очень удачный, очень удачный. И мы просто не могли не пригласить вас принять участие в этом курсе для тех, кто еще поздно узнал или сейчас хочет присоединиться, вы можете это сделать. Потому что, когда начнет с 11 числа второй модуль, уже присоединиться будет невозможно. Все занятия вы сможете наверстать, получить в записи и дальше вместе с нами два раза в неделю заниматься еще на протяжении двух месяцев. Еще раз огромное спасибо Любе, спасибо вам, что вы были с нами и увидимся с вами 11 числа. Еще раз услышать ссылку. big estudiantis. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...